Сегодня в поле моего внимания попал отрывок фильма «Большая перемена». В чем суть? Вечерняя школа, идет урок, предлагается тема сочинения «Мой друг Ганжа». Участники поворачиваются к герою, и каждый высказывает какое-то свое мнение. Один говорит, ну все, ты попал. Другой говорит, извини, буду писать только правду. Девушка поворачивается и говорит, ты не расстраивайся, я про тебя только хорошее напишу. Сам же Ганжа задает вопрос преподавательнице, а мне про кого писать? Она говорит, тема сочинения для всех одна. Он говорит, да. А что же мне писать тогда, про себя хорошего или про себя плохого? Она говорит, ну вот ты пиши, а там и посмотрим. Когда заканчивается урок, она открывает его тетрадь, и в тетради ничего нет. Тетрадь пуста. И вот что по этому поводу я подумал, что это очень хорошее упражнение для каждого из нас. Почему? В нашей жизни очень часто происходят события, которым мы не можем дать объяснение. Иногда мы не понимаем, почему мы так поступаем. Иногда мы не понимаем, почему как-то так, не так, как нам кажется, поступают с нами. Иногда нам кажется, что происходит что-то вообще помимо нас. Жизнь как-то сама вот что-то выстраивается. Мы этого не хотели, а знаем, почему-то так происходит. Мы этого тоже не понимаем. Мы не понимаем, как работает наше физическое тело, как выстраиваются схемы действия нашего ума, откуда зарождаются и транслируются наши эмоции. Скажите, если мы хотим все это понять, то какой науке стоит научиться? Наука проста, нужно познакомиться с самим собой, встретиться с самим собой, узнать себя и познай себя, как говорили древние. И вот это упражнение, по-моему, очень классное для того, чтобы как раз и познакомиться с собой, узнать себя, прям вот лицом к лицу встретиться, в глубину в самой зайти. Возьмите тетрадь, ручку, листок, компьютер, если вам удобнее на компьютере писать. Напишите название «Мой друг» и ваше имя и фамилию. А дальше пишите все, что будет приходить. Не ограничивайтесь одной-двумя минутами, ай, отписались и все, посидите подольше, подумайте, погрузитесь в себя, встретитесь наконец-то с собой, отпустите все внешнее. Останьтесь не своей личностью и с различными ролями, которые вы проявляете в своей жизни, а останьтесь наконец-то один на один своей индивидуальностью, своей уникальностью. Хорошее, плохое, не акцентируйтесь на этом. То, какое вы есть, это просто есть вы. И это нехорошо и не плохо. Признайтесь себе в том, в чем вы не хотите признаться. Скажите себе все хорошее, что вы не сказали еще себе. Ну, в общем, задание простое и вместе с тем, может быть, не очень простое, но оно позволит вам познакомиться с собой. Я вас уверяю, по окончанию выполнения этого упражнения, вы вдруг удивитесь, что вы не только открыли для себя что-то новое в себе, но для вас вдруг станут понятны и какие-то обстоятельства жизни, которые с вами происходят. Только подойдите к этому упражнению со всей ответственностью. Желаю вам удачи в познании себя.